Приветствую вас. Я думаю, что вы, Ольга, совершаете такую, знаете, системную ошибку, задавая столь общий вопрос по своей проблеме. Ибо дело всего в том, дело всего в том, что универсального ответа у нас нет, универсального ответа нет и быть не может в принципе, и есть ответ для вас. Я серьезно говорю, есть ответ для вас, что только вот именно чисто для вас есть ответ, который подходит только вам, которые могут пройти только вам. Вот. Но для этого нужно поработать с вами. Для этого нужно исследовать вашу ситуацию, для этого нужно изучить вашу ситуацию и понять ее. понять, что вообще, собственно, с вами произошло. Вот. И как, как во всей этой ситуации вы оказались и, собственно, почему вы оказались в этой ситуации. Вот. Вы спрашиваете, как жить? Знаете, вот. Такая история, как жить, это то, чему человек сам всегда учится, что чему человек сам всегда обучается. Это то, ответ на что человек может знать только сам. Вот. Поэтому я бы сказал другое. Я бы сказал, что есть, возможно, у вас проблема в том, что вы не знаете, для чего вы живете. Может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, вы не знаете смысл, смысл своей жизни. Вот. Если это так, если вы не знаете смысл своей жизни, что у вас отсутствует смысл жизни, то вот в таком случае, да, наверное, можно будет посмотреть, как можно жить. Как жить, что делать, что мешает вам жить. Ну, то есть, какие противоречия вам приходится решать. Ну, вот. Вот. То есть, вопрос нужно задавать, правильно не как жить, а для чего жить. То есть, жить, условно говоря, что бы что. Вот. А вот это, на мой взгляд, является наиболее правильной постановкой вопроса. Потому что именно смысл, именно цель определяет вообще стремление человека жить. Вот. Тут такой момент. Дальше. Мы пишите. Недоходить до отчаяния. А что вас вергает состояние отчаяния? То есть, понимаете, как вы хотите… Эту ситуацию разрешить. То есть вам хочется, чтобы мы вам помогли, вам хочется, чтобы той ситуации, которая, ну, с вами происходит сейчас, да, то она не происходила. Я понимаю, я понимаю, но без причин этой ситуации мы вам не сможем помочь. То есть нам нужны именно причины, нам нужны именно вот причины и понимание, понимание того, как вы оказались в этой ситуации своей. Вот. И только увидев, как вы оказались в этой ситуации, вам можно будет подсказать, как, собственно, из этой же ситуации выйти. Вот. То есть тут все очень просто. Посмотрели, как зашли и посмотрели, как вышли. Вот. То есть здесь момент вообще, на самом деле, ну, он достаточно простой, как мне кажется. Ну, вот. Ну, нужно только вот в этом направлении подумать. Что же касается вашего нежелания жить, то, в принципе, я вам ответил на вопрос отчасти. То есть жить нужно всегда для чего-то. Если вам нет для чего жить, вы не будете хотеть жить, к сожалению. Поэтому вам нужно найти смысл. Вам нужно найти, именно найти, именно найти, обыскать смысл в своей жизни. Вот. Если у вас есть с этим некоторая проблема. Вот. А если, соответственно, нежелание жить у вас возникает в виду неких факторов, вот. Ну, каких-то факторов, да. Негатив какой-то, вот. А может быть, еще как какие-то проблемы. Вот. То, соответственно, имеет смысл разобраться в первую очередь с ними, с проблемами. Устранить данные факторы, которые усложняют вам жизнь. Вот. И усложняет ее, как я понял, довольно, довольно сильно. И после этого, соответственно, у вас уже все будет нормально. То есть, ну, будет лучше. Гораздо лучше. Гораздо лучше вы будете себя чувствовать. Вот. Вот. Вот, в принципе, так. Но. Пока. Пока. Пока вы. Нет. отслеживайте для себя. Отслеживайте для себя точку или точку или точки. Точку вхождения. Вот в эти ситуации. да, пока вы не отслеживаете для себя, как вы входите в эти позиции, и не видите причин и предпосылки вхождения в эти ситуации, то я могу вам с полной уверенностью сказать, что ситуация будет повторяться, если ситуация будет повторяться, если ситуация повторяется, то, возможно, мы говорим о том, что есть какая-то вам выгода, возможно, есть какая-то выгода от того, что вы делаете. То есть некая такая вторичная выгода, которая мотивирует вас к тому, чтобы поступать вот таким определенным образом, как вы поступаете, ну, в данном случае. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваше разрешится. Продолжение следует...